Всем привет! Меня зовут Даша и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один Art for Introvert. Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками, с личными историями. Если же вам интересна более строгая подача материала в виде лекций или вам просто хочется поглубже изучить тему, то мы советуем наш курс саморе «Личные границы», который заменит вам годы в университете. Соня, вот ты, например, сколько училась у нас? Вот если не брать все переподготовки, которые невозможно вообще посчитать, вот чисто базовое образование твое, сколько длилось? Пять с половиной лет. Пять с половиной лет я училась на клинического психолога, да. Вот, Соня, за вас проучилась пять с половиной лет на клинического психолога. Вам же нужно просто оформить подписку за 300 рублей, слушать наши лекции фоном, пока вы занимаетесь своими какими-то делами, и становиться умнее и узнавать больше о психологии. Все нужные ссылки будут в описании подкаста, как и всегда, обязательно туда заходите, там вся полезная информация всегда собрана. Я уже проспойлерила прекрасную нашу участницу Соню. Соня, привет! Наш клинический психолог, сексолог, мать всех психологических вообще наук, курсов и всего в этом проекте. Да, всем привет! У нас сегодня очень интересная тема, которую я очень ждала, и я думаю, разговор будет крайне интересным, иногда даже спорным, поэтому наши слушатели пишите обязательно комментарии, что вы думаете на эту тему, но не буду дальше спойлерить, потом все узнаете. Мы пока сохраняем интригу, пока держим эту мощную интригу. Пытаемся, как будто бы вы не читали название, как будто бы вы не знаете, о чем это. Интрига на пустом месте. И сегодня с нами прекрасная Лера. Лера, новый человек, которого вы еще не слышали. Лера к нам пришла, гости из прекрасного проекта «Горящая изба», но я думаю, она поподробнее сама расскажет о себе. Лер, расскажи, кто ты? Чем ты занимаешься? Да, всем привет! Я редакторка онлайн-издания «Горящая изба», редакторка подкастов, которые мы делаем, и соведущая подкастов «Женщины и всё», «Дом с огнем». И не знаю, возможно, когда выйдет этот выпуск, мы презентуем еще один наш подкаст, но пока я это ставлю тоже интригой. Господи, у нас какой-то сегодня интриганский подкаст. У нас все уже невероятно заинтригованы, уже саспент невозможный просто нагнетен. Лера, спасибо тебе большое, что ты пришла. Также в нашем описании подкаста будут тоже все ссылочки. Обязательно знакомьтесь, если вдруг кто-то, я не думаю, что вообще есть люди, которые еще не знают про «Горящую избу» из наших подписчиков, но обязательно тоже переходите, все смотрите. Сегодня мы с вами поговорим про такую тему, насколько людям обязательно и вообще необходимо иметь какие-то романтические отношения. Мы с самого детства воспитываемся в различных романтических комедиях, каких-то голливудских фильмах, где есть вот эта прекрасная сцена и обязательно есть этот сюжет, когда героиня с героем сталкиваются, либо у них книжки падают, либо они там бегут друг к другу по какому-то песчаному берегу, встречаются, влюбляются, и это как будто становится какой-то что ли самоцелью, ну то есть это вот финал. Без этого невозможна ни одна история. Мой любимый мультфильм, очень наглядно это иллюстрирует, мой любимый диснеевский мультфильм – это «Мулан», и она уже спасла страну, она уже спасла императора, она уже принесла там все почести, всех спасла, но пока она не привела в дом жениха, еще, знаете, все это не считается, еще вот как-то история не закончена. Поэтому сегодня попробуем с вами поговорить вообще про значение романтических отношений и так ли они необходимы. Здесь мне хочется сразу адресовать вопрос Соне. Мы еще с каких-нибудь там, я не знаю, уроков обществознания и биологии знаем вот эту формулу, что человек – это там биопсихосоциальное существо, что нам вот обязательно иметь какие-то связи, отношения с другими людьми. Но вот именно контекст романтических отношений, с точки зрения психологии, насколько это вот какая-то неотъемливая часть нашей жизни, можем ли мы вообще прожить без этого? Я хотела, знаешь, Даша, еще упомянуть, потому что, ладно, фильмы, мы с самого детства, младенчества в сказках, которые нам читают мамы на ночь, это же в жиле были принц и принцесса. Ну, то есть нет такого, что прочитали сказку про принцессу, который, ну, который не нужен был принц вообще в этой жизни. Она принцесса, живет одна вообще. У нее на самом деле это замок обычно есть. Я всегда думала, ну, если у тебя есть замок вообще, зачем тебе нужен принц? Да, но у нас, да, действительно культура пытается заставить человека думать, что без партнера он не цельная личность, и что партнер обязателен в жизни человека, причем настолько, что ты должен постоянно иметь кого-то рядом. Ну, то есть прямо с подросткового возраста, да, когда начинается интерес к какой-то противоположному полу, у тебя должен быть парень, девушка, и ты должен все время гулять там, тебе дарить подарки и так далее. Как на самом деле? На самом деле у нас есть социальные потребности. У каждого человека, да, как говорится, человек, животное социальное. У нас есть социальные потребности. Нарушение этих социальных потребностей, например, да, когда человек уходит в отшельничество и так далее, это является симптомами даже некоторых расстройств, например, шизофрении, да, если мы так вот прямо усугубим. Но мы понимаем, что когда человек вспомнит. То есть если я вообще не выхожу из дома, вообще не общаюсь с внешним миром, то мне стоит уже призадуматься. Ну, это действительно может быть, когда человек отказывается, например, да, вспомним депрессию, депрессию, когда человек отказывается от всего общения, ему не надо, ему это тяготит и так далее, мы думаем о том, что с человеком что-то не так, потому что действительно у человека есть эти социальные потребности, с кем-то общаться, делиться и так далее. Мы воспитываемся в таком обществе, психика наша это требует. И как часть социальных потребностей у нас есть потребность любовная, потребность этих романтических отношений, скажем так. Она выражается по-разному. Скажу так, что нет такого, что человек, если там долгое время без отношений, то все, он чувствует какую-то нехватку и так далее. Кто-то испытывает ее, но это скорее будет даже такого невротического характера. Чаще встречаем, когда человек, вот, три года без отношений, надо срочно что-то делать, а то бабушки уже надоело спрашивают, когда внуки и так далее. Ну, то есть такое нагнетение прямо этой ситуации. У нас есть, да, то есть человеку нужен человек, если говорить проще. И в романтическом плане тоже. У нас есть романтические эти потребности, потребности сексуальные, но тут есть множество вариантов, кто как их удовлетворяет, как они у кого развиты, как проявляются и так далее. То есть мы понимаем, что нету единой схемы, нету единого пути для всех людей, нет единого, не знаю, плана, как жить, как встречаться, как любить и так далее. Тут все очень вариативно. Смотри, Соня, а есть вот, если мы говорим про... Просто у меня в голове это раскладывается сразу условно на две такие потребности. С одной стороны, потребности социальные, как потребность в общении, да, в каком-то близком, потому что часто мы говорим о том, что наши партнеры, они становятся нам, ну, практически там близким другом, хотя я так понимаю, что, ну, вот сама концепция, что партнер — это лучший друг, насколько это не смешение ролей? Потому что мы часто, мне кажется, в партнерам пытаемся заменить отсутствующих или там как-то недостаток в общении с друзьями. Партнер, любовный, романтический, и друг — это две разные социальные роли. Мне не очень нравится, честно скажу, когда люди говорят то, что вот мой партнер, муж, жена — это мой лучший друг. Я прекрасно понимаю, что... Это я. Я вот всегда путаю социальные роли. У меня всегда партнер — это в первую очередь лучший друг. Надо что-то с этим делать. Я прекрасно понимаю, что партнер — это, наверное, для многих это самый близкий человек. Это человек, которого мы подпускаем на интимную дистанцию к себе, да, даже физическую дистанцию мы подпускаем этого человека очень близко к своему телу. И друзей мы так многих не подпускаем так близко. Но мы не должны путать то, что наш партнер — это наш партнер. Парень, девушка — называйте, как хотите. У каждого свое название. Муж, жена — как угодно. И у нас есть друзья. В роль партнерскую входят вот эти вот дружеские отношения. Но все равно это другое. То есть там еще есть какие-то удовлетворения сексуальных потребностей, романтических потребностей, близостей и так далее. То есть там есть еще много всего, что друзья не делают. И когда мы путаем роль партнерскую и роль дружескую, то у нас получается дружба, да, с нашим партнером. И очень часто на этом фоне исчезает сексуальная жизнь у людей. Потому что, ну, с друзьями сексом не занимаются. Мы не занимаемся сексом чаще всего. И здесь просто, да, я как-то интуитивно, да, каким-то образом вот на таком, на бытовом, конечно, согласна. Тем более, что я, правда, тот человек, который вот любит дружить со своими партнерами. И как раз, мне кажется, вот эта вот ситуация, когда вы уже становитесь там соседями по квартире или какими-то реально крутыми корешами, но при этом пропадает вот эта романтика. То есть ты начинаешь как-то, не знаю, действительно по-другому. Вот у тебя в голове как будто бы эти роли не сходятся. Ты начинаешь относиться как к коллеге-другу и так далее. Здесь абсолютно согласна. А вот есть вообще, просто ее часто как-то так где-то во всяких источниках называют, но можем ли мы сказать, что у человека есть вообще потребность в любви? То есть вот потребность быть любимым. Какая-то недолюбленность. Все сегодня любят говорить, что все травмы из детства, что какая-то детская недолюбленность, и нужно ее там восполнить всеми различными способами вообще. Ну, конечно, да. Мы говорим о том, что все из детства. У ребенка есть потребность в заботе от матери. От матери, от отца, то есть от родителей, от близкого, взрослого. В том числе и потребность близости. Что такое потребность любви? Потребность, чтобы о нас позаботились в каком-то плане. Потребность, чтобы нас погладили, поцеловали, как-то нас окутали вот этой любовью, заботой. И во взрослом возрасте у нас тоже эта потребность сохраняется. Она не так развита, конечно же, как у младенца, потому что младенец зависит от своих родителей, мы уже независимые личности. И как таковой, то есть, да, вот если мы сейчас в недра мозга, там мы не найдем такого там нейрончика, который отвечает за потребность в любви. Ну, то есть, по крайней мере, пока не нашли. Люби меня. Может быть, когда ученые наконец-то сделают модель головного мозга человека, полностью разберут там, да, все эти нейроны, мы найдем такое, пока не нашли. Но если мы говорим с психологической точки зрения, то, конечно же, потребность любви у каждого разная. И она может свидетельствовать о недостатке любви от взрослых, от родителей в детстве в том числе. Или, наоборот, там, гиперопеки, да, где ребенка как залюбили, не люблю слово «залюбили», но то есть окутали вот всем этим, ребенок съехал, ему этой любви, гиперопеки не хватает. Теперь он ищет этой гиперопеки в других людях. Ну, то есть, тут может быть очень много причин, почему так. Но, опять-таки, каждый человек должен уметь удовлетворять эти потребности самостоятельно. И тут у многих людей волос устаёт дыбом. Как я могу удовлетворить потребность любви к себе самостоятельно? Ну, вы можете любить себя. Вы можете любить себя, заботиться о себе, проявлять к себе какую-то нежность, чуткость, да, сочувствие, окутать себя этой безопасностью. Даже вы можете обнять себя, и, в принципе, таким образом наш мозг насытится этим. Поэтому психологи учат любить себя в первую очередь. И таким образом вот этой вот нехватки любви от окружающих становится, ну, она становится незаметной или исчезает, потому что человек восполняет эту потребность, ну, максимально себе самостоятельно. Но это не значит, что человек такой, всё, мне не нужно общество, да, уйду в отшейничество, мне больше никто не нужен. Буду обнимать себя, буду сидеть в лесу и обнимать себя. Это значит просто, что человек становится самодостаточным более, и он независим от других, и уже он будет искать любовь. Не потому что закройте мне какую-то потребность, обнимите меня, вот не нужно, чтобы человек, да, условно закрывал мне какие-то потребности, а потому что человек рядом классный, и я хочу быть с этой личностью рядом, потому что нам вместе интересно, здорово, весело, а не потому что он, ну, как-то восполняет меня. Ну, словно моя вторая половинка. Вот я не люблю вторые половинки. Вот, мы перейдём, да, дальше к концепту вот этому вторых половинок, но я хочу чуть-чуть на шаг назад про любовь к себе. Это вот всё то, что нам завещала Майли Сайрус. I can buy myself flowers. Каким образом можно вот... Лер, кстати, хочу у тебя спросить. Вот у тебя, может быть, есть, потому что я про себя понимаю, что я человек, который редко, наверное, умеет любить, да, проявлять любовь по отношению к себе. Я, наоборот, часто лезу с этим к другим людям. То есть я всегда думаю, почему не могу это для себя сделать? Почему вот мне, когда хочется вот эту любовь куда-то направить, я её направляю на других людей, там, что-то им дарю, там, какие-то штуки? Почему мне не хочется этого сделать для себя? Как у тебя отношения с собой выстраиваются вот в этом плане? Покупаешь ли ты себе цветы? Да, я вообще саму достаточно отшельник, если честно, если выражаться таким языком. Но на самом деле я думаю, что, конечно, я не сразу к этому пришла, но всё, что говорила Соня, я такая, да, это про меня, но что действительно в моём мире, в моей голове, в моём идеальном, там, не знаю, отношении к отношениям, простите за тавтологию, партнёр — это в первую очередь человек, которого ты воспринимаешь как личность, но и который не закрывает твои потребности, там, в любви, заботе и так далее. Ну, естественно, мне нужно было пережить несколько, там, отношений довольно болезненных, и самое последнее расставание, которое вот научило меня любить себя, по заветам Майли Сайрус. Мне кажется, вот, если появляться в историю песни Майли Сайрус, как она к этому пришла, её отношения с Лемом, всем нам нужен такой Лем в жизни, чтобы научиться и понять, что мы можем сами себе покупать цветы. Блин, удивительно, что вот у меня тоже какой-то момент, когда у меня что-то поменялось, и когда я подумала о том, что, блин, нужно обратить больше внимания на себя, тоже связано с расставанием. То есть это вот я пережила развод, и после этого я такая, так, мы что-то где-то делали не так, как будто бы, потому что ты понимаешь, что вот больше нет у человека, с которым ты был в отношениях, и ты понимаешь, что он очень много заполнял каких-то мест, которые ты себе не привык, ну, удовлетворять какие-то свои потребности. Думаешь, а почему я вот какие-то... Ну, условно, прозвучит очень так обыденно профанно, что ты как будто дыры какие-то в себе затыкаешь вот какими-то выпуклыми местами этого человека. Такой, о, вот тут он меня прикрыл, тут он меня пожалел, тут он меня полюбил, о, всё, хорошо. Но это как будто какая-то... Как раз вот в сторону вот этих вторых половинок. Соня, ты, я уже поняла, относишься негативно к этой концепции, что вот есть какие-то вторые половинки, потому что вторые половинки, это реально как будто бы вот два каких-то получеловека, которые должны как-то слиться. Да, ну, мне не нравится концепция того, что вы неполноценны, и вы должны найти кого-то, чтобы стать какой-то полноценной единой личностью. Ну, то есть, это странно. Каждый человек полноценен, цельная личность сам по себе. И давайте честно, мы самостоятельно можем закрыть все свои потребности. Ну, и полку прибить на худой конец я смогу. Мне это не обязательно надо. Да, и в мире, где существует такой рынок услуг, ну, то есть, в принципе, можно вызвать специального человека, который эту полку прибьёт. Абсолютно. Мне не надо человека искать, который вот будет мне полки прибивать, ну, партнёра, да, я имею в виду, который закрывает эти потребности, потому что я могу сделать это сама. На худой конец попросить кого-то это сделать, но мне не обязательно становиться с этим человеком партнёрами романтическими. Ну, то есть, вариантов очень много. Мне кажется, вообще странная история, искать партнёра, который будет, вот его главная функция, это прибивать полку. Вот только для этого вообще. Вот я не могу справиться с бытовыми делами, поэтому прибей, пожалуйста, полку. Ну, я сейчас тоже расскажу, откуда взялась идея про полки и так далее. Да, ну, вообще у нас же есть этот стереотип о том, что женщина должна там готовить, убирать, гладить. То есть, да, многие говорят о том, что нет, это не про бытовые потребности, это про что-то более высокое. Но мы по факту видим, когда проходим все эти слова про высокое, о том, что женщина должна готовить, убирать, стирать, обслуживать дом, а мужчина должен там полки прибивать, телевизор устанавливать, ну, и какие-то такие вещи технические делать. И, конечно же, мы видим, что два человека, которые как будто бы не могут самостоятельно закрыть свои потребности. А мы помним, что не умея закрывать свои потребности, мы не переходим, да, по пирамиде маслу на дальнейшие наши шаги на пути к самореализации. Пресловутая пирамида, но она так хорошо показывает вообще личность, психику человека. Человек сам по себе цельный. Я вот, знаете, мне больше, если метафорами говорить, мне нравится эта концепция о том, что каждый человек – это свой мир. И вот ты встречаешь другой мир, и вы создаете что-то новое, да, или вы просто сосуществуете рядом, ваши миры такие глубокие просто сосуществуют рядом. Вот, ну, вот если вы любите метафоры, то лучше такое, чем говорить про неполноценность. Есть такая еще миф, теория, не знаю, о том, что если один человек интроверт, то рядом должен быть экстраверт, что, типа, один человек не такой общительный, другой должен быть более общительный, чтобы как-то гармонию вот эту наладить. А, взаимодополнение, да, что вот эта вот система противоположная. Мне кажется, это Гегель нам еще сказал, что у нас весь вообще процесс – это единство и борьба противоположностей. Вот мы на этой идее до сих пор и едем. А вопрос, а как интроверты, экстравертам уживаться будут? Никто никого не волнует. Одному человеку надо уединение, а другому общение постоянное. Учиться разговаривать. Можно я тут вклинись? У меня, конечно, не было таких отношений интроверт-экстраверт романтических, но моя лучшая подруга – супер-мега-открытый экстраверт, а я супер-мега-закрытый интроверт. И если бы не она, мы бы не подружились. И мне кажется, что у нас такой идеальный симбиоз, где мы как раз-таки дополняем и уравновешиваем друг друга. Да, с друзьями. Ты, потому что, смотри, не ты, хорошо, приведу просто, на абстрактных личностях. Вот интроверт, ему нужно зарядиться в одиночестве. Я тоже интроверт, и у меня в основном друзья-экстраверты. Они со мной знакомятся. Я бы никогда в жизни, наверное, не познакомилась с ними. И я, когда готова, я выхожу к ним и общаюсь с ними. То есть я зарядилась в одиночестве, почитала книжки, кайфанула от уединения и готова к ним идти в мир. С партнерами мы живем вместе. К ним мы тоже можем выйти в мир, но тут совсем личные границы как будто бы притираются друг к другу, и очень тяжело их выстроить. То есть, конечно же, можно выстроить личные границы о том, что у меня есть время, в которое ты меня не трогаешь, и так далее. Развлекайся сам по себе. Но это очень тяжело и гораздо тяжелее сделать, чем в дружеских отношениях, потому что между вами нет такой даже физической дистанции. Условно, вы живете в одной квартире, вам не надо ехать друг для друга. Ну, в большинстве отношений мы говорим, да. Есть, конечно же, другие виды отношений, где пары живут отдельно и кайфуют от этого, но мы говорим про более распространенное. И, конечно, это сложнее. Я не говорю то, что это невозможно, но это просто сложнее. И это надо уровень понимания себя выстроить хороший, понимание своих потребностей, как их закрывать, хорошую коммуникацию настроить в паре, где люди понимают друг друга, потому что в основном, конечно же, мы видим такое, что люди идут на жертвы, да, жертвуя своим комфортом ради комфорта другого человека. И мы видим, как интроверты могут страдать в таких отношениях. Соня, у меня есть у тебя вопрос такой, очень в лоб. Я знаю, что любой специалист, да, который занимается какой-то наукой, очень не любит такие вопросы. Сама не люблю. Но вопрос очень в лоб. Можно ли построить здоровые отношения без выстроенных личных границ? Нет. Какой вопрос, такой ответ. Вот вы понимаете, Соня нам дала чёткий ответ. Поэтому всем, кто хочет строить здоровые отношения, у кого есть какие-то вообще проблемы с личными границами, то обязательно смотрите наш курс, который так и называется «Личные границы». Мы оставим все ссылочки обязательно в описании подкаста. Этот курс заменит вам сотни книг, сотни каких-то марафонов, которые будете проходить. Потратьте на это очень много времени. Мы уже всё изучили за вас, всё подготовили в удобной форме. Вам нужно просто оформить подписку за 300 рублей и слушать наши курсы, лекции фоном, пока занимаетесь какими-то делами своими, куда-то едете на работу или на учёбу. Обязательно переходите по всем ссылочкам, там будет вся информация. И вообще как-то упрощайте свою жизнь, экономьте время. Мы потратили его уже за вас. Я вообще хотела немножко вклиниться со своей какой-то такой культурологической штукой, потому что, когда мы говорим о том, что нам сегодня можно рассуждать о том, что необходимы человеку романтические отношения, не необходимы, то у нас есть всё равно некоторая, ну что ли, привилегия, есть такая особенная социальная ситуация, когда сегодня нам действительно можно не заводить семью. Потому что до этого люди, в большинстве вообще вот огромную-огромную вот эту вот историю, им, для них семья была действительно необходимостью. Потому что семья это была таким что ли средством выживания, потому что был таким образом устроена экономика, промышленность и так далее, что многим людям приходилось в этой социальной ситуации существовать. Мы здесь можем, конечно, задавать вопросы, а могла ли быть социальная там реальность другой. Нам, например, Энгельс в происхождении частной собственности семьи и государства говорил о том, что семья это вообще эксплуататорский институт, который эксплуатирует женщины и вообще придуман таким образом, чтобы женщина трудилась на двух работах. Здесь мы можем долго рассуждать, но у нас есть некоторое такое историческое наследие, что люди жили именно вот таким вот образом. Там семья действительно была необходима. Необходимо было рожать много детей, потому что была очень высокая детская смертность. И для того, чтобы как-то продолжать вообще существовать общество, необходимо было этих детей заводить, соответственно, следить за этими всеми детьми. Соответственно, необходимо было особым образом распределять хозяйство, чтобы кто-то условно деньги приносил, кто-то домом занимался. Есть также еще вторая, вот если первая важная функция семьи была всегда воспроизводство следующего какого-то поколения, вторая важная функция семьи была экономическая. То есть семья — это всегда некоторое объединение капиталов. То есть у нас есть капитал одной семьи, объединяем с другой, и возникает некоторая новая экономическая какая-то ячейка. Поэтому здесь очень сложно говорить о том, например, мы если перенесемся сейчас на какой-то воображаемой машине времени, перенесемся в какой-то восемнадцатый век, и там рассуждать о том, что необходима семья, необходимо ли заводить романтические отношения, скорее всего, было еще рановато, потому что так была уж устроена экономика. Сегодня все очень сильно поменялось. Если мы сегодня посмотрим на распределение там различных экономических функций по семье, мы увидим, что действительно люди могут выживать в одиночку. Им больше не нужна большая поддержка клана, у нас семья становится все более дробной, то есть у нас мы видим огромное количество семей, где, например, только мама или только папа, один родитель может спокойно воспитывать ребенка, плюс очень большая разветвленная сфера услуг, когда мы действительно можем в любое время в крупном городе получить любую услугу, и нам уже необходимо, чтобы у нас был человек, который занимается хозяйством, у нас, например, дом, где-нибудь в глуши, вообще глухой, и нам необходим условный мужчина, который сможет сделать какую-то физическую работу, потому что больше ее сделать некому. Есть, конечно, прекрасные женщины, которые самостоятельно справляются со всей этой работой, но это уже скорее такие, что ли, исключения в обществах, которые не могут жить отдельно. На самом деле, я до сих пор слышу идею о том, что вдвоем жить легче, вдвоем легче выживать. Якобы за ипотеку платить лучше легче, и быт вести легче, и так далее. Но тут хочу немножечко раздражаться, не знаю, легче кому, потому что очень часто мы видим такую ситуацию, что на женщину ложится в два раза больше ответственности, и женщине сложнее. И многие женщины говорят о том, что мне легче было бы жить одной, потому что они, помимо того, что вносят все такой же вклад в ипотеку, или за квартиру, они при этом обслуживают двух людей. Согласитесь, одного человека обслуживать себя самого гораздо легче. если я живу одна, мне хватает бутербродов поесть, в принципе, я уже довольна. Если с другим человеком, то это же какие-то требования другого человека чаще всего приходится соблюдать. И здесь такая неравная история, когда легче становится только одному человеку, а второму в два раза сложнее. Поэтому тоже, да, такой под вопросом вообще, насколько легче сейчас женщинам, в частности, жить таким семьями. Но сегодня, когда у нас уже нету вот этой части ведения сложного такого физически сложного хозяйства, то получается, что у мужчины как будто пропали эти функции. Ну, то есть, как будто бы вот эта вот часть функционала выпала, а при этом у женщины этих функций становится все больше, потому что ей возникает вот этот феномен так называемой второй работы, про который, я думаю, уже все слышали, что женщина идет на работу, она занимается какой-то своей профессиональной деятельностью, но потом вся неоплачиваемая нагрузка, она ложится также на ее плечи. Это воспитание детей, это не только приготовить или сейчас нам могут возразить, что ну закажи доставку или там закажи продукты, но вообще организация, такой менеджмент семьи чаще всего ложится на женщину. Это все, что связано с детьми, все, что связано со старшими родственниками, купить подарки, навестить, договориться там по поводу больницы, все вот эти всякие функции выполнить, плюс еще, да, необходимо там приготовить ужин, выполнить все свои домашние дела, и на женщину накладывается вот этот просто огромный массив работы, что действительно сегодня вот в современной ситуации, в которой мы существуем, действительно кажется, что проще как-то существовать одной. Лера, как тебе кажется, женщинам проще в одиночку или всем проще в одиночку сегодня? Я думаю, что женщинам и всем, в принципе, проще в одиночку, и я сама уже, честно сказать, долгое время живу одна, и я понимаю, что это очень круто отразилось на моей самостоятельности, то есть, когда я в отношениях, у меня все равно так или иначе возникает иногда желание там, переложить ответственность на партнера и сказать, у меня лампки решать за меня, потому что я знаю, что за меня, у меня есть человек, который может за меня решить, а когда ты одна, тебе приходится быть самостоятельной, там, самой разбираться, как оплатить кабналку, если сломался, там, смеситель в ванной, тоже самой звонить какому-нибудь сантехнику, вот, но при этом я думаю о том, что все равно сейчас очень много курсов, очень много говорят о равном распределении обязанностей в паре, поэтому мне кажется, что если ты задашься такой задачей построить равноправные хорошие отношения, где у обоих партнеров будут разделены обязанности и по там, зарплате, ну, в смысле, по тому, кто сколько работает, по распределению домашних обязанностей и воспитанию детей, то и в паре тоже можно жить, это выбор каждого человека и как человек сам захочет построить свои отношения, потому что тут еще такой важный момент, что как будто бы нам хочется навязать свое видение мира, если мы видим там пару или семью с консервативным, таким традиционным укладом, нам хочется прийти и рассказать, нет, ты должна делать так, а он должен делать так, и мне кажется, что тут важно помнить, чтобы главное, что людям, которые находятся в отношении, было комфортно в этих отношениях. Абсолютно соглашусь. Мы в первую очередь говорим о том, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. Я за то, чтобы каждый человек ощущал себя счастливыми в отношениях, по жизни, в принципе. И если вас устраивает полностью, как вы живете, как у вас организован быт, как у вас организованы отношения, это прекрасно. Но если вы чувствуете, что вас уже это все достало, вам некомфортно, вы устали, и вы чувствуете, знаете, как будто бы вот это не отношение, а игра в одни ворота, да, вот эта фраза знаменитая, такая, которую очень часто слышим, к сожалению, то, конечно же, тогда стоит что-то менять. И ни в коем случае не надо искать, я вот за то, чтобы не надо искать проблемы там, где ее нет. Вот если вас устраивает, Я еще, Лера, когда ты сейчас сказала, я подумала о том, что еще же есть огромное количество прекрасных женщин, которые выбирают, но им хорошо, комфортно, в отношениях, когда, например, обязанности распределены так, что женщина занимается домом, а мужчина работает. Но и вроде бы это такая, ну, условно, под патриархат подходящая система, ну, вот вроде все как должно быть, но при этом на эту женщину сваливается огромное количество хейта и, опять же, какой-то дискриминации, то, что, а ты не работаешь, ты домохозяйка, ты глупеешь дома, ты, там, я не знаю, деградируешь, вообще абсолютно не являешься каким-то полноценным человеком, ты вот какая-то пристройка к дому, которая какие-то функции выполняет. Вот это вот чудовищная какая-то вещь, то есть здесь, мне кажется, стоит обратить внимание на то, что вы никогда не будете хорошим для общества, ну, скорее всего, то есть как бы вы себя не вели, соответствуете вы этим стереотипам, не соответствуете, строите вы карьеру, не строите, всегда найдется какой-то человек, который скажет, что вы живете не так. Желательно, конечно, не становиться самому такому человеку, таким человеком, который рассказывает всем вокруг, как жить и считает свою только модель поведения правильной, но всегда мы вот как-то пытаемся вот этому набору огромному различных предписаний следовать. Это еще такая женщина, главная, пожалуй, фигура вообще в философии, наверное, 20 века и вообще в теории феминизма. Это Симон де Бувар нам говорила о том, что женщины не рождаются, женщины становятся. И здесь не про то, что тебе нужно много усилий приложить для того, чтобы стать какой-то настоящей, в кавычках, женщиной, она говорила как раз наоборот, что когда женщина рождается, ей приходится соответствовать огромному количеству какому-то набору правил, часто которые противоречат друг другу, которые вообще друг с другом сталкиваются, что тебе нужно быть с одной стороны веселой, с другой стороны скромной, там, я не знаю, ну, какие-то вот эти вот пары, которые друг друга исключают. Женщине постоянно приходится под этот стандарт как-то подтягиваться и пытаться делать вид, что вот она вот настоящая женщина. И мне кажется, одним из таких важных стереотипов является как раз вот это обязательное наличие семьи и романтических отношений. Потому что если мужчина один, ему там 35, плюс у нас же еще есть такой очень селективный эйджизм, потому что женщине за 35, это все, это уже старость, уже, извините, вы уже выше в тираж. А мужчина в 35, у него только начинается какой-то расцвет вообще жизни. И вот здесь, вот эта вот фраза о том, что мужчина как вино, с возрастом все хорошее. Становится только лучше. Извини, да, но это просто, я такая думаю, а женщина, почему женщину с вином нельзя сравнить? Вот я не понимаю, с чем-то красивым. Женщины говорят, что все как изюм уже становится, красота все уходит и так далее. Страшно, страшно жить, когда еще, ну, на тебя начинают также проецировать все эти установки и постоянно говорить о том, что скорее, быстрее, рожай, выходи замуж, потом ты никому не нужна будешь, давай за кого-нибудь хотя бы, потому что потом никто не возьмет. Это страшно. И многие браки, ну, я не скажу, что большинство, но есть часть браков, которые создаются под гнетом этих установок, что надо просто быстрее, чтобы тебя успели взять, пока ты хорошенькая. Мне кажется, человек даже может сильно не осознавать их. Ну, то есть он же себе может там не проговаривать, что вот на меня давят, мне нужно срочно искать мужа. Но когда ты находишься постоянно вот в этом вот прессинге, что вот нужно как-то вот замуж выходить, я тут уже, мы к личным историям, я думаю, можем спокойно переходить и делиться какими-то своими наблюдениями. Я вышла замуж, мне было сколько, 23, наверное, года, и моя мама была очень довольна, она сама вышла в 22, и она всегда говорила, что вот, да, все классно, идешь моей дорогой. И потом, когда я развелась, получается, в 27, для моей мамы это был шок. Ну, то есть она говорила, Даш, тебе же уже 27, ты в разводе, тебе нужно срочно искать какого-то нового мужа, потому что 30 лет уже скоро. Я понимаю, что это еще во многом тоже такая социальная матрица, которая существует в голове моей мамы, потому что выходили замуж действительно гораздо раньше, там, в ее поколении. Тем более она была таким представителем деревенского населения, там вообще тоже еще этот ниже возраст, чем, например, среди городского населения. И сейчас сохраняется тоже такая тенденция. И понятно, что для нее, к ее привычной вот этой социальной сетке, то есть вот у нее все вот распланировано примерно, и тут что-то не подходит, что-то не вклинивается, как-то вот не так это все устроено. Поэтому для нее какой-то был шок, что как же вот в 30 лет я буду одна, и для нее это какой-то невероятный вообще стресс. И я пытаюсь ей объяснить даже, что у меня нету этой потребности, что это, ну, хорошо там, будет у меня муж, не будет мужа, будут у меня отношения, не будут, но это как бы не самое главное. Но для нее это был прям стресс, для нее это был прям... А как же это слово разведенка? Ой, ну это вообще отдельно. Это же женщина, только разведенка. А еще... Еще с прицепом, если... Если еще, да, с прицепом, то там это вообще уже какой-то кошмар. Есть же еще, кроме разведенка, ладно, если ты там не в разводе, есть же еще более потрясающее словосочетание «старая дева». Я каждый раз задавалась этим вопросом. Это слово, это словосочетание чаще всего употребляют в отношении женщин, ну, где-то 35. То есть, ну, прям вот старая, вот прям старость. Да, ну то есть у людей очень много есть установок, которые мешают жить в первую очередь этим же людям. Ну, то есть, мы их не осознаем. Как Даша-то сказала, если мы их хотя бы осознаем, мы уже не ведемся на эти установки. То есть, если мы проговариваем это себе, то есть мы уже критически можем оценить ситуацию, так как первый шаг в любом деле это осознать, что происходит. Здесь такое же. И, конечно, разведенка и так далее. У меня просто тоже есть знакомая, которая развелась рано довольно. Рано вышла замуж, развелась, как многие сказали бы, ошибка молодости. Я считаю, это прекрасный опыт в принципе в жизни. И ей было 22 года, наверное, она уже развелась. И там был шок у родителей, у всех, что как ни в коем случае тебе надо сохранить семью, чтобы не быть разведенкой. То есть, ты ненавидишь этого человека. Все, отношения плохие. Да. И многие тоже, к сожалению, многие женщины, особенно старшего поколения, они же живут с мужьями, которых не любят только потому, что надо сохранить семью ради какого-то, я не знаю, вселенского блага. Я не знаю, ради чего. Ну, то есть, понятно, ради детей, да. Но давайте честно посмотрим. Дети растут в обстановке, где родители несчастны, не любят друг друга. Скорее всего, у них ссоры, скандалы, и дети все это видят. Как бы не казалось о том, что, ну, они ничего не поймут. Дети видят это. Я прекрасно по себе знаю, что все эти скандалы, их слышно, их видно. Дети это все замечают. Поэтому, а без счастливых родителей... А здесь нет такой штуки, что человеку как будто бы, ну, вот он находится в таких, это просто предположение из головы, что, ну, как будто бы социальное одобрение для него оказывается таким ценным, что уже даже, как устроены эти отношения, ну, что ли, не так важно. То есть как будто бы важнее вот эта вот условная внешняя картинка, и человек взвешивает на весах, да, такой, ага, так, у нас есть вот минусы в виде того, что я живу с человеком, который уже невозможно уже вот тут сидит, но при этом я хорошая в глазах общества, и поэтому человек, ну, как бы даже находит в этом, ну, какое-то, что ли, ну, не знаю, удовольствие, ну, то есть ему важны эти отношения, сохраняясь непросто. Да, то есть, ну, какая-то выгода. Да, да, есть такое. А мне кажется, что тут ещё может быть страх вот быть одному, что ты не встретишь снова кого-то, и ты уже просто привык, что вы вот в паре, и всё такое. А ещё мне кажется, что тут давит вот этот вот, ну, миф о романтической любви, что брак — это такой важный шаг, скрепление двух душ, и вы, потому что в сказках все женятся, хэппиэнт, и никто же нам не рассказывает, что там после, и тоже не хочется быть вот этой вот одной из тех ужасных людей, которые вышли замуж, а потом развелись, это что, получается, у нас была невечная любовь, я не встретила своего прекрасного принца, но тут я, конечно же, ни в коем случае не обвиняю женщину, сразу говорю, потому что мы так воспитаны, что мы все, к сожалению, мечтаем о прекрасном принце. Нет, на самом деле, у нас у каждой есть, у каждого человека в мире есть какие-то социальные установки, хорошие, плохие, их там очень много, мы сейчас, ну, взять нашу личность, 90% нашей личности, это какие-то социальные установки, по которым мы движемся, ну, все мы получили высшее образование, потому что это тоже некоторая установка, нам надо высшее образование, может быть... еще есть очень важный момент, что сегодняшние рассуждения, да, когда мы уже, еще дальше, будто сеанс магии с разоблачением, когда мы сегодня говорим о том, что человеку нужно жить, там, каким-то своим путем выбирать, осознавать свои потребности, это тоже социальная установка, это тоже информация, которую вы слышите, извините, она тоже к нам приходит из образования, из просвещения, понятно, что общество, как будто бы вырабатывает более экологичные сейчас способы человека взаимодействия с собой, но это тоже социальная установка, все мы состоим из культуры, я как культуролог очень люблю про это рассказывать. Но я думаю, Даша, ты подтвердишь, что еще культура, например, да, если мы говорим про Россию, то раньше была такая установка, что ты как личность не так важна, важен коллектив, важны другие люди, общество, да, а сейчас, когда этого нету, мы наконец-то обратили внимание сами на себя и поняли значимость каждой личности отдельно, это неплохо, это нехорошо, это факт. И у нас общество сейчас на таком уровне, что каждая личность важна. Как по мне, это здорово, потому что, ну, с точки зрения психологии, мы больше можем саморазвиваться, да, заниматься именно собой, удовлетворять именно свои потребности, а не потребности общества и других людей. это здоровый подход к себе и к своей личности. Но говорить о том, что вот сейчас бы как раньше, ну, всегда можно это устроить, да, всегда можно там думать о других больше, чем о себе. Общество поменялось, и действительно, мы каждый раз сталкиваемся с каким-то влиянием общества, нужно понимать, что у нас влияют и политические режимы, и там, культурные ситуации, все что угодно. Мы долгое время жили в ситуации, да, строительства коммунизма, и если мы обратимся к марксизму, если вам эта тема интересна, у меня тут недавно я записала курс целый по марксизму, который тоже можно по нашей же подписке будет слушать, там, где я разбираюсь с основными мифами про марксизм и пытаемся как-то понять, о чем вообще эта теория. И там есть важный пункт преодоления индивидуализма. Важно не индивидуальности, но индивидуализма, но условно эта вся история на политической практике, то есть не в теории, а уже на практике, превратилась в то, что называется условно можно личностью пренебречь, что если есть какая-то общая задача, то какие-то потребности личности, они так важны. Но при этом, если мы посмотрим любые ценностные исследования социологические, демографические сегодня, мы увидим, насколько возросла ценность вообще человеческой жизни. Ковид нам это показал, потому что, когда мы сталкиваемся с пандемией, мы понимаем, что для сохранения жизни человека мы готовы там все какие-то усилия приложить, хотя сегодня может показаться, что это какая-то все ерунда оказалась, но все равно ценность человеческой жизни гораздо более высокая стала. И именно ценность отдельного человека. То есть мы понимаем, что у нас люди все позже вступают в брак, все больше количества людей, которые выбирают вообще в брак не вступать. Вообще возраст, особенно рождение детей, вообще там скаканул практически на десятилетия. То есть у нас... На эту ситуацию социологи, демографы смотрят обычно двояко в зависимости от своих каких-то представлений о Боге. Кто-то говорит, вот инфантильное поколение, какой кошмар, вообще выросли какие-то ужасные люди, которые и жениться не хотят, и детей заводить не хотят, и вообще у них возраст детства продлился до 35 лет. Другая часть, другой фланг исследователей говорит о том, что наоборот, это про ответственность, это про то, что человек не хочет уже заводить детей просто потому что, просто чтобы завести, когда у него нет никаких там экономических, социальных возможностей потом этого ребенка воспитывать. Вот вы на какой скорее позиции стоите? Я уже могу, наверное, предугадать. Я хотела, чтобы поразмышлять. Наши слушатели тоже поделитесь в комментариях, потому что давайте поразмышляем над ситуацией. Возьмем обычную ситуацию. Сейчас вот я не завожу детей, потому что я не готова материально, я знаю всю ответственность, я еще и, к сожалению, видимо, в этом случае психолог. Я знаю, что детей воспитывать сложно, я знаю про психические процессы, как их выстраивать и так далее. То есть у меня очень много информации, которая говорит мне, это очень ответственный процесс, который нельзя просто родить и пускай он там сам бегает. С другой стороны, условно, моя мама, которая родила, ну, потому что в 90-х, когда не было ничего, когда не было стабильной зарплаты, когда не было своего жилья и так далее, что будет тут ответственнее? Да, вот хочется спросить. Или завести опять отношения, то есть если мы возвращаемся к контексту нашего разговора про именно какие-то романтические отношения, завести отношения условные вот эти вот на всю жизнь, выйти замуж и так далее, все равно у нас есть вот этот концепт, что замуж мы выходим один раз, опять же, культурно, так уж обусловлено. И что ответственнее? То есть выбрать человека условно в 18, мы не будем уже даже, наверное, ходить в какие-то крайние точки, когда это решение принимается не самим человеком, а обусловлено вообще полностью семьей, то есть это такая история в более традиционалистских, таких традиционных обществах развитых, когда человеку уже выбран его спутник в романтические отношения еще лет в 16, и в принципе другого выхода нету, мы понимаем, что здесь личная ответственность человека гораздо ниже. Мы опять же не обвиняем людей, которые живут в такой системе, мы понимаем, что это все влияние культуры, и сложно с этим всем бороться, когда ты воспитан в этих ценностях. Мы понимаем, что сегодня, когда все равно ценностная база меняется, у нас больше свободы, и мне кажется, что лично мое мнение более ответственно, как раз, когда мы пытаемся сначала как-то понять, осознать себя вообще, что с нами происходит, и потом уже с этим опытом идем в какие-то отношения. Ну что, бахнем чайку? Я согласна с Дашей, я вот как раз хотела рассказать о влиянии всех этих представлений, просто мои родители, они со школы вместе, они познакомились там в 16 лет, учились в параллельных классах, были любовью друг для друга, и, ну, мне всегда казалось и кажется до сих пор, что у них очень счастливый брак, и они подходят друг к другу, и они до сих пор любят друг друга. И мои представления об отношениях были такие же, что я вот тоже в 16 лет встречу своего молодого человека, там партнера, и у нас тоже продлится, значит, это все до конца наших дней, и к своим первым отношениям я примерно так и подходила. И мне кажется, что, во-первых, я очень долго тянула с расставанием, когда понимала, что уже как бы все, потому что мне казалось, мы должны до конца быть вместе. И сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что вот эти вот истории, когда пара со школы вместе держатся всю жизнь, это скорее исключение, потому что мы же растем, мы меняемся, и то есть я в 16 лет, и я сейчас, это вообще два разных человека, и, естественно, человек, который мне нравился тогда, мне вряд ли понравится уже сейчас. И еще я подумала о том, что так вышло, что я закончила университет в 2019 году, переехала из Новосибирска в Санкт-Петербург, у меня долго не было там работы, потом начался ковид, и я все время была сосредоточена на том, чтобы выжить, реализовать себя в профессии, найти работу, и мне казалось, что отношения, это вот вообще где-то на затворках последнее, что меня сейчас волнует. На самом деле, вот я хочу про школьные пары сказать, что да, мы растем, развиваемся, и, конечно же, ну, меня иногда удивляет, да, то, что как так сошлось, да, что люди, несмотря на то, что они повзрослели, они все равно подходят друг к другу, потому что, конечно же, мы разные, но я также замечаю, что развитие в таких парах, оно немного другое, ну, то есть там люди как будто бы немножечко консервируются в этом состоянии, то есть у них общество такое, да, оно не меняется, то есть они как со школьных времен, так у них чаще всего школьные друзья, какая-то одна компания и так далее, то есть мы видим, как они в какой-то, ну, действительно, такой консервации небольшой находятся, это неплохо, но если они выходят из этих отношений, что чаще всего встречаются, мы видим вот этот резкий скачок в росте личностном, и, да, есть такие пары, у меня есть пара одноклассников, которые уже, я не знаю, где-то 13 вместе, то есть там прям вообще, ну, счастливые в браке, это прекрасно, что так у них происходит, но при этом я не могу, да, говорить за них, но чаще всего там немножечко другие процессы, да, такие, они более замедлены в их личностном развитии в том числе. Мне вот Лера сказала вещь, которую я, я же сама задумала, вот бывает, когда человек просто говорит какую-то фразу, и у тебя все, пошел мыслительный процесс куда-то копать внутри себя, мне кажется, психотерапия на мне так обычно работает, у меня психолог что-то говорит, может быть, даже он особо и, ну, не думал, что во мне это разбудит какой-то вообще огромный какой-то мыслительный процесс, Лера сказала о том, что мы часто действительно как бы и боимся одиночества, и остаемся в романтических отношениях из-за вот этой установки, что они должны длиться вечно, то есть у нас есть какое-то такое представление, что нужно найти того самого, пока вот мы этого того самого не нашли, у нас вот эти какие-то краткосрочные, долгосрочные, разные отношения, но потом мы находим вот этого человека, и именно вот это называется любовью, и мне, считай, такой подход казался странным, почему там отношения, которые закончились, но там была действительно любовь, они, ну, считаются каким-то, ну, это не считается, это вот ерунда всё, и насколько сильна вот эта установка в нас, что отношения должны вот закончиться тем, что жили они долго и счастливо, у меня абсолютно была такая же ситуация, когда я разводилась, я думала, ну, нет, ну, я же сказала в ЗАГСе, вот, да, всё, мы должны теперь всю жизнь, у меня мама с папой тоже, они поженились, ну, маме было довольно мало лет, папа был и постарше, но они прожили вот всю жизнь, там, 35 лет вместе, и я смотрела, я думала, ну, вот, у меня должно быть точно так же, и тебе уже вообще, ты вообще не смотришь, что в этих отношениях происходит, вообще любишь ты этого человека или нет, осталось ли там вообще хоть какое-то романтическое чувство, тебе главное вот уже как будто бы, как, знаете, такая задача, вот я должна это выполнить, эту миссию, потому что если я эту миссию не выполнил, значит, со мной что-то не так, значит, я, это вот мой какой-то провал, что я не смог там эту семью спасти, и тут же опять часто на женщин больше навешивают ответственности, что вот если муж ушел там, я не знаю, парень ушел к другой, то это твоя ответственность, ты там недостаточно уделяла ему внимание, ты там, я не знаю, не развивалась в какой-то сексуальной сфере, ты стала хуже выглядеть, еще что-то, и при этом, если женщина уходит из отношений, то тоже она виновата, значит, она там кого-то нашла себе место получше, или там еще что-то, и вообще вот такая вот вся нехорошая. Мне вообще не нравится эта концепция того, что если отношения, ну, не развалились, да, если люди расстались, то это какие-то неудавшиеся отношения, ну, то есть то, что это просто, это было, ну, как будто бы вот жизнь можно перечеркнуть, и это вот все не получилось. Почему люди так катастрофизируют, ну, свои ошибки, возможно, да, это был не тот человек, а может быть, вы переросли друг друга, но это же было прекрасное время, вы же любили друг друга, вы были счастливы, вас разделяли какие-то общие эмоции, впечатления, события, воспоминания и так далее. Надо, мне кажется, с благодарностью к этому относиться, в принципе, да, ко всему лучше относиться с благодарностью, чем с ненавистью, потому что, ну, если воспринимать все через призму, ой, какой ужас, он украл мои лучшие годы, ну, конечно же, да, тогда, как мы будем говорить, потому что дальше будет по-другому, да, и дальше может быть страх о том, что опять провал, опять неудача, опять все будет плохо, опять еще одни лучшие годы у меня украдут. Другое дело, воспринимать, ну, классно, что это было, возможно, жаль, что это закончилось, но... рассматривать отношения как опыт, мне кажется, всегда важно, и даже если, ну, не всегда действительно получается относиться с благодарностью, когда, например, это были какие-то абьюзивные отношения, ну, как бы так случается, что мы иногда в них попадаем, и когда ты, ну, очевидно, не можешь отнестись как-то с какой-то большой благодарностью, потому что, да, в начале было, может быть, там, прекрасно, хорошо, но потом это все превратилось в какой-то кромешный ад, и сложно бывает действительно как-то отнестись к этому с благодарностью к человеку. Мне кажется, к этому можно относиться, наверное, как к опыту, то, что ты все равно учишься, ты с этим столкнулся, ты уже не можешь этого отменить, ты уже не можешь там это прошлое как-то поменять, но ты многому мог научиться в этих отношениях, то есть ты приобрел какой-то опыт, например, как-то это раньше распознавать, или как-то по-другому относиться к себе, что ты понимаешь, что это недопустимо для тебя, то есть ты тоже, опять же, какие-то свои личные границы, больше учишься, ну, что ли, чувствовать, как-то понимать, осознавать. Ну да, мы ни в коем случае не говорим о том, что к человеку, который примякал насилие или какой-то абьюз, надо относиться с благодарностью, да, хочу такой очертить, да, эту строчку точно, потому что насилие это плохо, насилие, ну, недопустимо, ни в какой форме, и, конечно же, благодарность к этому испытывать, ну, это стокгольмский синдром уже, да, это уже не является нормой, но действительно относиться к этому с опытом, да, к тому, что теперь вы лучше понимаете себя, что вы хотите, чего вы не хотите в этой жизни, ну, и уже из этого опыта выстраивать новые отношения, счастливые, ну, и, конечно же, выстраивать свою счастливую жизнь. Да, я просто ещё подумала, что ты можешь побыть в отношениях и понять, что отношения это вообще не твоё и тебе хорошо одному, ну, то есть, есть же эти люди-синглы, я думаю, мы вернёмся к заявленной теме нашего подкаста, что ты можешь попробовать в отношениях, а потом понять, что я полноценная личность, и я могу сама себя сделать счастливой, сама себе взять за руку, сама себе купить цветы, как Майли Сайрус, вот, и никто не имеет права вас за это осуждать, и вы уж тем более не должны там стыдиться того, что вы одинокая женщина там в 35 лет. Вот это, мне кажется, вообще прекрасная какая-то такая штука для того, чтобы нам подвести какие-то итоги, вот, всё равно, понятно, что у нас сегодня такой девичий клуб, что мы всё равно больше всегда говорим про какой-то женский опыт, и мы там, мужчины, на территории мужского опыта я думаю, не будем сегодня заходить, мужчины нам могут в комментариях написать, где мы неправы, где мы вообще ошибаемся и заблуждаемся, но для того, чтобы подвести итог, хочется как-то вот вас послушать, я тоже своё мнение скажу, именно для женщины, да, вот, как вообще, ну что ли, я не знаю, Соня, может у тебя будет какой-то рецепт, или просто общая какая-то рекомендация, вот, как действительно, ну что ли, прийти к вот этому состоянию, какие-то, может быть, шаги можно предпринять, когда тебе уже действительно нету вот этой, ну прям вот, просто жизненной необходимости быть в отношениях, то есть, как вообще осознать свои потребности, какие-то истинные, понятно, что я задаю вопрос, там, я не знаю, на 10 тысяч часов курса какого-то психологического и так далее, но, по крайней мере, то есть, как вот сделать первый шаг, как осознать свои потребности вообще, что может помочь, психотерапия, или может быть, там, я не знаю, опыт отношений, ещё что-то. Всегда надо начинать с малого. Мы очень часто живём на автоматизме, не понимая, пытаясь даже задать себе вопрос, а что я хочу вообще? И вот любая психотерапия, любой процесс начинается действительно с маленьких шажочков. Мы ни в коем случае не идём сразу же, так, давай, планы на жизнь, давай, что я хочу? Ни в коем, это невозможно. У человека фрустрация, у человека тревога, у человека страха, и потом этот вопрос вообще просто вызывает какую-то тряску просто внутреннюю, и уже не хочется ни с кем разговаривать. С малого, с базовых вещей. А что я хочу сегодня покушать? Что я хочу есть? Это что-то мягкое, что-то сладкое, что-то солёное. То есть, да, определяем хотя бы вот на таких уровнях. Что я сейчас хочу? Почитать книжку, посидеть в социальных сетях, поспать, может быть, с кем-то встретиться. То есть, мы начинаем задавать себе вопросы с самых низших уровней, постепенно расширяя. И постепенно доходим уже до того, что я хочу сейчас в принципе от жизни. Я хочу побыть одной сейчас? Мне комфортно? Или я хочу сейчас быть рядом с каким-то человеком? Ну, что я хочу эту любовь с кем-то разделить? Ну, или так далее. То есть, тут могут быть множество вариантов. Но это всегда начинается с малого. И не бойтесь, этот процесс может быть довольно длительным. Тут уже зависит от уровня рефлексиста моего человека, насколько у него развит там эмоциональный интеллект и так далее. Но не бойтесь задавать себе эти вопросы. Это так важно. Уделить себе минуту времени для того, чтобы задать вопрос и ответить себе банально, да, что я хочу пить, чай или кофе. Куда я хочу пойти, в какое кафе и так далее. И с таких маленьких шажочков начинаются вот эти большие открытия и осознание человеком, что он хочет вообще в этой жизни. Поэтому такой рецепт. Он может быть простой, но он, с другой стороны, немного сложный, потому что это всегда сложно. У нас всегда есть какие-то установки, что, да, попью чай, какая разница, что я хочу, просто чай тут под рукой, быстрее и так далее. Поэтому стоит, да, немножечко больше уделять времени себе. Да, мне кажется, это очень классный на самом деле совет, потому что, я думаю, многие из нас ловили себя на мысли, когда у вас спрашивают, а что ты будешь с чай или кофе? Да, ну, типа, что проще? Или там, там, сам реши, там, я не знаю. И понимаешь, что у тебя, правда, бывает нету решений, что ты хочешь сам, даже в каких-то мелких вещах, а при этом ты пытаешься ответить на вопрос, а что я хочу там от профессиональной жизни, что я там хочу от отношений и так далее, хотя с базовыми вещами. Блин, прикольно, я вообще как-то не думала в таком ключе. Лер, может, у тебя есть какие-то, не знаю, напутствия, советы, мнения, ещё что-то? Во-первых, я хотела бы посоветовать всем посмотреть фильм в активном поиске с Дакотой Джонс в огромной роли, я его пересмотрела на 14 февраля, замечательный фильм, который напомнит каждой девочке, девушке и женщине о том, что думать нужно в первую очередь о себе, а во-вторых, попытаться научиться радовать себя самой, попробовать ходить на свидания с самой собой, саму себя поводить по кафе, по галереям и стараться, чтобы вам с самой собой было так же интересно, как с другим человеком и тогда будет вам счастье. Блин, так вообще, аж захотелось сегодня назначить себе вечером свидание, нарядиться и сводить саму себя куда-нибудь в кофейню. Это такой классный опыт на самом деле, вот я тоже, вот я подключусь тут к словам Леры, всем советую, это прямо реально очень классное ощущение, когда ты сам себя радуешь и не ждешь, когда порадует тебя кто-то другой, то есть ты становишься счастливее. Тем более, что сегодня столько возможностей, то есть у нас просто куча всего есть, ты можешь, правда, большинство вещей делать самостоятельно, там, я не знаю, в компании, может быть, подруг тоже можно там где-то встретиться с друзьями, как-то с ними провести время, вообще почувствовать какое-то вот это вот единение и почувствовать себя хорошо. Еще плюс, моя последняя, наверное, рекомендация, это действительно как-то больше пытаться узнавать себя, пытаться становиться для себя интересным собеседником. И от меня будет еще одна такая небольшая рекомендация, наверное, еще для меня, по крайней мере, всегда это было важно, как-то больше узнавать себя и становиться для самого себя интересным собеседником, чтобы вам было интересно проводить время наедине с собой, узнавать вообще как можно больше нового, потому что, когда к нам приходит какое-то новое знание, оно всегда делает наш мир богаче и вообще как-то нашу жизнь ярче, и мы для этого специально сделали нашу прекрасную образовательную подписку. Вам необходимо всего лишь просто заплатить 300 рублей, оформить подписку, смотреть курсы по самым разным направлениям, там есть огромное количество курсов по психологии, курсы по искусству, философии, моде, бизнесу, и вообще каждый абсолютно человек найдет что-то для себя, тем более, что это требует минимум усилий, вы просто включаете фоном, пока делаете какие-то свои дела, мы уже всю информацию, вот вам не нужно искать это все в интернете, систематизировать, там пробираться через дебри всякой лженауки, мы уже все для вас подготовили, систематизировали, в удобной, комфортной форме выложили, короткие лекции по 20 минут слушайте, пока занимаетесь какими-то своими делами, становитесь умнее, интереснее, в первую очередь для себя, для окружающих, конечно, тоже все заметят, как вообще вы прокачались невероятно, но в первую очередь для себя. Девочки, спасибо вам огромное, мне кажется, получился очень классный, очень интересный и такой, какой-то очень поддерживающий, такой воодушевляющий разговор. Да, спасибо большое, мне было очень приятно с вами пообщаться, действительно, такой с теплыми чувствами ухожу с нашего подкаста. Лера, спасибо тебе огромное, что пришла, ты наша сегодня гость, как тебе у нас? Мне все понравилось, спасибо, что позвали, я думаю, что мы еще обязательно запишем что-нибудь вместе, и, короче, точно будет еще один совместный выпуск, но только уже в нашем подкасте. Да, я даже, можем чуть проспойлерить, я даже приду гость ей, скорее всего, уже, да, к прекрасному онлайн-зданию «Горящая изба». Вам, как обычно, задаем в конце вопрос, напишите, как вы о себе заботитесь, какие свидания вы себе устраиваете, как вы вообще себя любите, обязательно все это пишите в комментариях, вообще делитесь своими какими-то наблюдениями, обязательно ли быть человеку в отношениях, или это уже какая-то устаревшая такая норма. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, мы напоминаем, что мы есть абсолютно на всех вообще подкаст-платформах, слушайте нас и обязательно переходите по ссылкам, которые будут в описании подкаста, там всегда все самое важное, ссылки на курсы и на наши соцсети. Спасибо вам большое, что остаетесь с нами, всем спасибо и всем пока! Пока! Пока-пока!